От Киева до Каракаса в Вашингтоне следы вмешательства России в западные демократии фиксируют едва ли не каждый день. Впрочем, главная цель Москвы это США. Обращение президента Путина, в котором глава Кремля сфокусировался на военной мощи и разрекламировал новые виды оружия. Это продолжение агрессивной риторики Москвы, говорят эксперты. Владимир Путин любит драматизировать. Мы это видели много раз. И скажу, что сегодняшняя речь мне напоминает речь в Мюнхене, когда он выступил против господства США в мире. Это военизированный ответ на политику администрации Трампа в сфере национальной безопасности. Агрессивным и воинственным назвал обращение Путина и член Комитета Сената по разведке Марк Уорнер. Уже 8 месяцев в Конгрессе занимаются расследованием дела о российском вмешательстве в американские выборы. По его словам, атаки не закончились после дня голосования в ноябре 2016-го. Кремль продолжает информационную войну. Российские боты активно используют социальные сети, провоцируя споры и сталкивая американцев в дискуссиях по поводу острых для общества тем. У России есть огромные кибервозможности и потенциал. И нам предстоит проделать серьезную работу для того, чтобы отражать попытки вмешательства России. И правда заключается в том, что по состоянию на данный момент мы не готовы полностью к промежуточным выборам 2018-го года. Впрочем, США лишь одна из целого списка стран, где Россия использует тактику ведения гибридной или информационной войны. Среди новых сфер интересов для Кремля в Вашингтоне называют Африку, куда Москва продает оружие на миллиарды долларов. Еще один пример вмешательства России в политический кризис в Венесуэле. Впрочем, еще несколько лет назад в Вашингтоне Москву считали лишь региональным игроком. Президент Барак Обама даже после аннексии Крыма говорил не о возросшем влиянии России, а о слабости Москвы. Ныне подобные настроения изменились. В оборудованной стратегии США Россию назвали одной из главных угроз национальной безопасности. Дарья Дегус, Филипп Василенко и Марика Урб. Настоящее время. Америка. Вашингтон. Продолжение следует.